Это я вожу туда-сюда рукой, не следит. Начинаю ходить, камера следит. Перестаю двигаться, камера возвращается на место. Блин, супер! Супер! Всем привет! Кто уже понял нужность видеонаблюдения, но еще не вмиг в него, так сказать, задают часто вопросы, мне нужна одна камера, чтобы была универсальна. Желательно для работы в помещении, мне для нее обязательно покупать видеорегистратор или нет. Понять можно людей, которые еще с этим не столкнулись, но есть желание вникнуть, ну, желание имеется ввиду вникнуть, самому установить и подключить. Поэтому вопрос видеорегистратор, кабели, подключения, разъемы, для них темный лес. Есть такая возможность купить данную камеру, которая будет работать самостоятельно, писать на карту памяти, без видеорегистратора, которая сможет подключиться и работать по Wi-Fi. Также после этой настройки вы сможете просто в нее воткнуть кабель от роутера, будет она работать более стабильнее по кабелю. Нет возможности у вас по кабелю, есть Wi-Fi, будет работать по Wi-Fi. И ей не понадобится в вашем случае видеорегистратор. Популярная камера по типу радионяня, можно сказать универсальная для помещений. И в некоторых случаях можно даже ее использовать на улице, но под навесом. Под каким-нибудь защитным навесом, который будет ее защищать от прямого попадания на нее осад. Камера универсальна чем? Тем, что она работать может в таком положении и в перевернутом положении на потолке. Для этого приспособлен у нее кронштейн идет в комплекте. В общем-то комплект готовый, не нужно вам ничего больше покупать, что в общем-то и интересует, как я начинал этот разговор, тех людей, которые еще не вникли. Потом понятно, если захотите дальше вникать, вы поймете надобность видеорегистратора. Почему? Зачем? Ну и посмотрите, что все это сейчас доступно. Кронштейн используется тоже очень просто. Имеется штативная резьба, втулка латунная, то есть все металл. И здесь ответная часть тоже металл. Винт все закручивается вручную, не нужно никаких специальных приспособлений. И крепление уже на стену или на потолок. Это все зависит от вас, что у вас там. Кирпич, бетон, гипсокартон. Как сверлить, это уже дело техники, уже у вас на месте. Также это может быть настенное крепление. Вот тут все поджимается, регулируется. Вот так вот на стену. Также это может быть и потолочное крепление. Вот так на потолок. Кстати, много я видел таких камер. Камер используется, в Польше я был, по магазинам, по различным офисам, на коридорах, в подъездах. Понятно, что если большой жилой комплекс, там используется полностью система видеонаблюдения из купольных камер. Но там, где людям необходима просто одна камера, магазин какой-то частный, заходишь, смотришь, эта камера прикреплена на потолке. Таким вот образом, кверх ногами, картинка переворачивается в приложении. И работает камера, наблюдает за посетителями. В этом варианте камера пишет на карту памяти, установленную в разъем. Камера облачная. Дальше я покажу. Это камера с приложением CarCam, кажется, или посмотрим дальше. Приложение для меня незнакомое, поэтому первый раз буду подключать и вам покажу. Имеется у них облачный сервис тоже. И он, ну как всегда, месяц пробный бесплатный. Потом платите, если не платите, камера работает самостоятельно. Просто с нее видео не сохраняется на облаке. Платите, сохраняться будет на облаке. Не платите, опять же, много вопросов возникает. Если я не буду платить за облако, говорят, что камера у меня работать не будет. Камера работать будет продолжать у вас, писать на флешку в полном объеме. Не будет просто сохраняться запись удаленно. В этом случае, если платите за облако, камера сохраняет запись на облаке, хранит запись на карте памяти, плюс если в подсобке или в другом где-то месте, вообще удаленно, где-то на офисе или на квартире у вас установлен видеорегистратор, данную камеру можно еще удаленно кинуть на видеорегистратор и она там будет в прямом эфире выводиться на монитор и также писать на жесткий диск видеорегистратора. IP камера возможностей очень много. К данной камере, как заявлено, могут онлайн подключиться 10 смартфонов, 10 пользователей разных и отслеживать онлайн картинку с камеры одновременно. Как вариант, данные камеры неплохие для учебных классов, кол, складов, офисов. То есть там, где, как я сказал, нужна одна камера, но вам нужно удаленно зайти на нее и посмотреть, что происходит. Например, вы родитель, интересно, вам сейчас вроде бы неплохо относятся учителя и в школах директора к видеонаблюдению в классах, родители скидываются, покупают камеры и по надобности заходят и смотрят, чем занимается их ребенок и есть ли вообще он на уроке. Поэтому, к примеру, 25 или 30 долларов в десятером скинулись, приобрели камеру, установили. Надо на класс 2 камеры, 3 камеры устанавливаете. На каждую камеру одновременно сможет зайти 10 человек и отслеживать. Я думаю, в любом случае, 10 не будут висеть родителей, постоянно там долгое время следить за своими детьми. Камера, кстати, устанавливается где-то вверху, например, в классе, на какой-нибудь шкаф. Камера поворотная, 350 по горизонтали, 120 по вертикали. Но, скорее всего, если в классе она будет работать, один раз она настроится, я думаю, что администратором. И будет смотреть за классом. Наверное, идеальный вариант, как я сказал, уже подвешивать ее в углу на потолке. Также камера имеет ночное видение, переходит в черно-белый режим при недостаточной видимости, освещенности и подключает свои ИК светодиоды подсветки ночной. Также камера имеет двойное аудио двухстороннее, имеет встроенный микрофон, как заявлено улучшенный уже, и встроенный динамик. Можно как по радиостанции переговаривать. Нажали, удержали, сказали в смартфоне. Произвелось ваше сообщение, голосовое в камере. Как заявлено, тоже улучшенный динамик стоит. Дальше посмотрим. В комплекте тронштейн, блок питания, обычный, можно подключать. Пяти вольтовый, вот полтора, двухамперный, я думаю, ну полтораамперный заявлено, скорее всего, одноамперник здесь. С USB, USB, microUSB кабель, в общем-то, в случае чего, может подойти любой, который вы замените. Или от своего смартфона старого, например, подключите. Или какой-то более длинный вариант. В данном случае идет, наверное, метровый кабель. Поэтому рассчитывайте, ну что, розетка где-то должна быть рядом. Подключается разъем питания и в розетку 220. Кстати, вот тут я немного ошибся. Второй разъем, думал, RJ45 для роутера. Оказывается, ого, хорошо, хорошо фиксируется. Оказывается, посмотрите, AI-USB. Скорее всего, камера может работать, как веб-камера с компьютером. На наклейке CloudID, ID камеры с QR-кодом, циферный и буквенный набор. Если надо будет, дальше посмотрим. 1080p камера 2-мегапиксельная, резиновые ножки и кнопка сброса. Интересно, три антенны. Заявлено улучшенный Wi-Fi. Ну и после, не обещаю, но если все пойдет нормально, камера будет работать. Если получится ее разобрать, посмотреть, мне хочется, подключены ли данные антенны. Ну и еще, как заявлено, камера поддерживает OnViv протокол и может работать с разными видеорегистраторами разных производителей. Hikvision, Dahua, ну все производители, видеорегистраторы, прошивка которых, имеется OnViv протокол. Так, подключаю я камеру. Какие-то щелчки слышны, но здесь вот имеется светодиод. Скорее всего, будет голосовое сопровождение. Пока камера молчит. Welcome to you. Welcome to you. Ого. Открыл приложение, просит разрешения на различные, соглашайтесь. И здесь войти, зарегистрироваться можно с помощью гугла. Жму и переходит на мою страницу, то есть аккаунт, жмете и буквально 3 секунды вы зарегистрированы. Можно посмотреть инструкцию, как использовать инструкцию по соединению. Кстати, тут русифицированно идет инструкция, на смартфоне повторяет вот эту вот инструкцию. Заявлено тоже в камере, что easy подключение. То есть легкое подключение. Китайцы стараются улучшить и сделать подключение камер доступное для всех. Так сказать, безбубно. Поэтому здесь можно просто просмотреть. При подключении желательно пишут нажать кнопку reset и сделать сброс к заводским установкам. После того, как камера загрузилась в данный момент. Потом wait to 15 секунд. Подождите 15 секунд. Камера загрузилась. Нажимаем плюс. QR-код появляется. Показываем камере QR-код. Ну и дальше я уже даже и не смотрел. Примерно понял. Давайте пройдем эту процедуру. Хотя камера готова к подключению. Нажимаю, удерживаю кнопку сброса. До звука отпускаю. Камера перезагружается. Кстати, нету этого режима туда-сюда тестового. И это в общем-то хорошо. Камера стоит на месте. При пропадании питания не будет она пугать там кого-то. Крутиться туда-сюда. Пощелкала себе там. Welcome to use. Welcome to use. Это она говорит при подключении ее. Добавить новую камеру. Или тут, или тут плюс жмем. QR-код добавлен. Добавить через точку доступа. То есть на камеру можно зайти напрямую со смартфона без посредничества роутера. Сейчас при подключении через QR-код мы на камеру будем заходить через роутер. Камера на роутер подключится по Wi-Fi. А смартфон также через роутер будет отслеживать. Можно через точку доступа напрямую к камере. Проложить без сканирования. Сканирование. Скорее всего сканировать QR-код. Именно ID камеры. Создать группу. Не знаю. Reset Power. Пожалуйста, перезагрузите камеру. Я услышал звуковой сигнал. То есть это мы уже сделали. Следующий шаг. Разрешить. Разрешить во время пользования. Во время пользования. Ну это смартфон спрашивает, чтобы подключить. Ну понятно. Местоположение. Проложить без сканирования. То есть включить надо для подключения. Включите GPS. Местоположение. Включено. Что оно сейчас в доме изменит, я не знаю. Так, пожалуйста, введите пароль того роутера. Wi-Fi пароль. Которому вы хотите подключить камеру. Опять же, будьте внимательны. 5 ГГц не поддерживает данная камера. Ввели. Жмем подключить. Показываем камере QR-код. Дин-донг. Я услышал. Услышали дин-донг. И телефон ищет камеру. Так написано. Окей. Все-таки тут есть моменты. Но эти моменты прописаны. Просто читать надо. Носил я камеру ближе к роутеру. В другую комнату для подключения. Потому что тут у меня с первого раза не получилось. Вот он. Уже попробовал я ее подвигать. Туда-сюда управлял. Вверх-вниз. По сторонам. Сейчас посмотрим. При переключении питания изменится ли положение. Камеры не меняется. И это хорошо. Если будет пропадание питания. Камера остается в заданном направлении. Окей. Ну в общем-то камера уже подключена. Какой окей. Может обновить. Вот да. Камера в сети. Значит что происходит. Во время добавления. Когда вы показываете QR-код камере. Его не нужно передерживать. Дин-дон. Первый звук. И камеру убирайте. В общем-то. Когда на страничке с QR-кодом. Красным здесь подписано. Уберите смартфон от камеры. После того как услышали дин-дон. Убрали. Ждем. Здесь написано. Я слышал окей. После дин-дона будет еще какой-то звук. Дзинь. Там что-то такое. И после него еще какое-то время подождать чуть-чуть. Должен быть звук окей. Вот такой как она сейчас сказала женским голосом. После этого жмем. Я слышал окей. И телефон рядом. Шкала пошла. Как я вам показывал. Ищет камеру. Пошел запрос. Камера найдена. Присвойте ей название. Офис там такой. Можете сами написать. Есть выбор. Вот я выбрал магазин. Камера сейчас в сети. Уже в моем списке устройств. Кликаю. И вот картинка с камеры. Сейчас камера работает по Wi-Fi. Такое вот управление. Рабочий стол. Ну классно. Смотрите. Все понятно и удобно. Для любого наверное возраста. Возрастной категории. Реагирует классно. Задержек нет. Wi-Fi роутер у меня в другой комнате. Как я сказал. Поэтому я понес. И был там совет. Что при первом подключении. Желательно камеру разместить. И телефон. Ну рядом с роутером. В общем то я так и сделал. Пробуйте. Не получается. Несите к роутеру. Звук. Раз, два, три, четыре, пять. Рядом все. Идет фон. Я так понимаю. HD. Качество. Сейчас в HD. На весь экран. Ну как бы. Посредственные. Два мегапикселя. Можно так вот зумировать. Призумировать. Например своего ребенка. Там или кто. И так же. И так же можно управлять. Камерой. С полного экрана. Протягиванием. Свайпами. Вверх. Вниз. Все работает адекватно. Отлично. Вверх. Да. Вверх. Вот так. Ну управлять лучше наверное. С этого. С маленького экрана. Тут же. Включаем запись. Можно сохранять. Ролики на смартфон. В пап. Делать фотки. Тоже. Папка смартфона. Для этого приложения. Битрейт. Full HD. IP Cam. Дата. Время. Все есть. Сделали фотку. Сохраняется у вас с датой времени. Например. В классе ребенок сидит. Вы сделали фотку. Сохраняется все. Дата. Время. Кстати. Вот. Можно вызывать. Управление камерой. Ну. Все продумано. Сразу я таскал. Таскал ее по экрану. А сейчас. Могу управлять ей. Вот так. Отлично. Тут же можно в настройки зайти. Тут же где-то я видел поделиться. Можно поделиться камерой. Вот. Когда в списке устройств. Доступ. Дать доступ к семье. С помощью QR-кода. Или доступ с карой аккаунтом. То есть человек поставил. И потом можно дать ему доступ. Тут же на облако можно облачную запись. Я так понимаю просмотреть. CD-карта. Я не вставил. Настройки. Зайти на камеру. Можно включить. Выключить камеру. Тут же ID номер устройства прописан. И ПО. И обновление. ПО требует обновления. Жмем ОК. Не знаю. Что будет происходить. Что-то загружается. Скорее всего. Ну. Разобраться можно дальше. Перезагрузить камеру. Включить. Выключить камеру. Настройки камеры. Поворот изображения. Микрофон. Переключатель. Переключатель. Состояние камеры. Цвет. 10 минут. Можно поставить. Инфракрасный свет. Включается. Так. Скорее всего. Обновление грузится. Инфракрасный свет. Выключается автоматически. Возвращается в автоматический режим. Через 10 минут. Вот так. Или в ночное или дневное время. Камера автоматически включит. Выключить ТК-подсветку. Но обычный режим перехода. В день-ночь. Или же можно вот такой вот попробовать. Выбор битового потока. HD или Full HD. Можно выбирать. В HD качестве понятно. Это 720p 1 мегапиксель. А Full HD. Ну 2 мегапикселя. Поддержка дома. Вне дома. Помощник вне дома. Позволяет вам управлять камерой. Дополнительным устройством. И в режиме дом вне дома. Также вы можете переключать режимы. Но нужно разбираться. Ничего я не скажу по этому поводу. Настройки тревоги. Обнаружение движения. Или обнаружение человека. Кстати. Силуэта человека. Обнаружение также. И не имеется. Поддерживает. Не будет камера реагировать. На различные изменения в картинке. Шевеление листьев. Там. Кошка прошла. Обнаружение человека. Силуэта. И по данному факту. Будет писаться видео. На карту памяти. Чувствительный. Низкое время сигнала. То есть. Выставлять по расписанию можно. Частота сигнала. Тревоги. И сирену можно включать. При появлении. Например. В объективе камеры человека. Будет звучать сирена. Звуковая. Ну и не забывайте. Обязательно. Все это дело сохранять. Когда ползунок перевели. Сразу не выходите. А жмите. Сохранить. Очень много настроек. Запись по времени. Выставлять можно. Оповещение. Облачное хранилище. Можно купить. Сейчас. И вот. Стоимость. Один месяц. Три месяца. Оплата. Шесть месяцев. Понятно. Чем за больше месяцев платите. Ну. Тем оно будет дешевле. Двенадцать месяцев. И здесь. Период хранения. Семь дней хранения. Такая стоимость. Три дня сохранения. Такая стоимость. И тридцать дней хранения. Это все тридцать дней. Записи. Будут у вас храниться на облаке. Вы можете заходить. И выбирать. Просматривать. Соответственно. Стоимость больше. По минимуму. Доллар. Месяц. Три месяца. Тринадцать долларов. Год. Сорок шесть долларов. Три дня будет храниться за трехдневное. Ну. И оплатить. Тут можно выбрать. Двадцать четыре на семь. Непрерывно. Сохраняется. Есть вариант. То есть. Постоянная запись хранится. Именно. Трое суток. Сохраняется. На облаке. Или же по движению. По движению. Получается. Такой вот вариант. Еще дешевле. Смотрите. Понятно. Что по движению. Меньше занимать будет место. Семь дней по движению. Такой вариант. И тридцать дней хранения по движению. Такой вариант. То есть. Вариантов много. Переходите. Смотрите. Постоянная запись. Или движение сохранять. Все возможно. Настройки сети. Понятно. Передачи. Право собственности. Микросиди карта. Раздел. Дата. Время. Тоже понятно. Часовой поезд. Можно поезд добавлять. Там менять. Добавить дополнительное оборудование. Интересно. Прежде чем добавить. Пожалуйста. Подсоедините антенну. Антенна вот вайфайная. Я так понимаю. Добавить дополнительное оборудование. Без антенны не добавляется. Ну. Как вариант. Я понимаю. Что данную камеру. Данная камера. Может напрямую по вайфаю работать. Ну. С видеорегистратором. Наверное. Надо разбираться. Врать вам не буду. Но. Похоже. Что так. В USB разъем. Втыкается USB Wi-Fi антенна. Ну. И сразу. В HD качестве была картинка. Переключаю. В Full HD. Сразу. Меняется качество. Ну. Вот. Ну. Теперь. Супер. Теперь я могу сказать. Что картинка очень классная. Смотрите. Можно презумировать. Так. Уже отсюда видно. Четко. Цифры. На. Градуснике. На термометре. Так. Можно приблизить. Посмотреть. То есть. Качество. Уже. Намного лучше. В Full HD. Это 2 Мегапикселя. В HD. Был 1 Мегапиксель. Ну. Понятно. Что. Можно менять качество. Скорее всего. Оно будет в автомате. Если вы. Меняться. Если вы заходите. С плохого интернета. С мобильного. В случае чего. Можно менять вручную. В HD. Понятно. Картинка будет. С плохого интернета. Не тормозить. Ну. И более-менее. Показывать хорошо. С хорошего интернета. 4G. Там. Что. Можете заходить. Вот. Full HD. И просматривать. Управлять камерой. Все остальное. И слушать. Что происходит. Еще. Значки имеются. Инфракрасный. Тут управление. Именно. Ночным режимом. Значок. Понятно. На. Весь экран. Скриншот. Сохранен. В альбом. Просмотр. Поделиться. Кстати. Можете. Поделиться. Сразу же. Ну. Включить запись. Выключить. Именно в папку смартфона. И звук. Ничего сложного нету. Или же удалить камеру. Удалить камеру из вашего аккаунта. Понятно. Что. Если вы кому-то ее передаете. В пользование. То. Нужно камеру удалить. Тот человек мог ее к себе подключить. Значки еще внизу. Маленькие имеются. Управление. Камерой. Звук. То есть. Сказать в камеру. Удерживаем. Раз. Два. Три. Разрешить. Раз. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Ну. Отлично слышно. Хорошая слышимость. Четкий динамик. Вполне различимы слова. Следующий значок. Открой умную жизнь. Скорее всего. Камера. Как я сказал. Может работать еще с умным домом. Скорее всего. Google Home. Home. Amazon. Или же у них свои. Комплекты. Магнитоконтакт. Гиркон. Датчик движения. Датчик задымления. Умная розетка. Ну. Есть вариант. Еще работы с данными комплектами. Ну. Опять же. Нужно разбираться. Ничего. Пока по этому поводу. Сказать не могу. Но. Одну из камер. Я уже вам показывал. По 433 на МГц. Работала она. С датчиками. Ну. И кому актуален. Переворот картинки камеры. В настройках. Тоже есть такой момент. Настройки камеры. Поворот изображения. Микрофон. Положение камеры. Вертикально. Выбираете. Какое вам нужно. Перевернуто. К примеру. И жмем. Сохранить. Теперь изображение у нас перевернуто. Камера. Если у вас будет располагаться на потолке. Как раз будет правильная картинка с камеры. Желательно сразу установить карту памяти. Но я как всегда забыл о ней. Поэтому желательно выключить питание. Установить карту. Показано как. Проблем с этим не должно быть. Контактами вниз. До щелчка. Вот так удобно устанавливается. И после этого камеру опять включаем в питание. Очень быстро прогружается камера. И появляется на списке устройств уже в онлайне. Сцены. Ну опять же с умным домом. Сценарии можно писать разные. Магазины. О блин. Камеры. Хранилище. Опять же облако. Я так понимаю пробного периода нету. СД карта. Можно камеру не активировать. Она уже начала запись. Уже есть запись. Уже я просматриваю. Кликнув по этой картинке. Цены. Ну опять же с умным домом. Сценарии можно писать разные. Магазины. Ну я считаю нормальное аудио для видеонаблюдения. И тут скорость воспроизведения. Можно скачать ролик. Тут же в папку смартфона. С карты памяти. И дата. Выбирать по дате. Будут у вас несколько дней сохраняться. Кстати камера поддерживает карту памяти до 128 гигабайт. Поэтому хороший объем. Ну я думаю месяц 100% вместится видео на 128 гиговую карту. Ну и чтобы настроить запись по движению или определению человека. Не постоянную. Видите камера только вставив карту. Ведет постоянную запись. Всего что происходит. Обнаружение движения или обнаружение человека. Давайте поставим слежение за человеком. Включение. Много интересного появляется. Чувствительность. Настройки тревог. Давайте нормальное поставим. Время сигнала каждый день. Частота тревоги высокая. Сирену не будем включать. Понятно что это будет звучать из динамика камеры. И не забываем жать сохранить. Да реально работает. Камера следит за мной. Пришло сообщение. Обнаружение человека. Камера магазин. И висит у меня оно. Вы смотрите камеру магазин. То есть кликнув на сообщение. Открывается вам сразу онлайн. И вот она смотрит. Поворачивается. Следит за мной. Блин ну молодец. Отлично работает. Вот я хожу. Куда я хожу. Туда она и смотрит. Так интересно вверх вниз. Сейчас комната небольшая. Наверное вверх вниз. Это дело не работает. Но не буду утверждать. Надо проверять. Но по сторонам камера четко отрабатывает. Вот я не успеваю от нее спрятаться. А вниз успеваю. Вниз присел. Не видит. Вниз не хочет. По сторонам работает. Лично даже потеряла меня из кадра. Но потом догоняет. Вот. Но это неплохо. Опять же тот момент. Когда перестало движение в кадре. Камера возвращается в точку. В которой была. Перед тем. Когда началось слежение за человеком. Перестал я шевелиться. Камера вжжжж. И вернулась назад. Смотрите. За рукой не следит. Вот я вожу туда-сюда рукой. Не следит. Только я сейчас буду сам ходить. Начинаю ходить. Камера следит. И пошло предупреждение о том, что есть движение. Именно следит за силуэтом человека. Как вы видите. Интеллект у камеры есть. Прихожу я на место. Перестаю двигаться. Вот она меня уловила. Здесь. Прямо на меня смотрит. Берет меня в центр. Видите. Берет меня в центр объектива. Перестаю двигаться. Камера возвращается на место. Блин. Супер. Супер. Закрываю приложение. Выхожу из него. Четыре оповещения. В зоне видимости. 18-20. Время просто я не выставил на камере. Так. Все события. Выхожу из приложения полностью. И давайте посмотрим, как будет приходить тревога. В разделе, кстати, оповещения. Есть момент. Поставить уведомления. Включены. СМС уведомления. Не знаю, как это будет выглядеть. Уведомления по тревоге на весь экран. И текст или анимация. Уведомления с анимацией являются одной из опций облачного хранилища. Пожалуйста, подпишитесь на облачное хранилище. Понятно. Если вы хотите, кликнув по уведомлению, просмотреть запись того, что было при тревоге, будет перепосыл вас на облако и оттуда будет браться тревожный ролик. Именно анимация. Или же текст. Это именно то, что приходило мне. Приходит уведомление. Person alert. Your camera magazine. Spotted a person. Please. Обнаружение человека. И заход на камеру. Скорее всего, не онлайн, а с просмотром данного сюжета. Раз, два, три. А, ну это в онлайне. То есть, если вы зашли по тревоге, по сообщению, сразу вас перекидывать будет в онлайн. Ну, а запись можете потом просмотреть на карте памяти, потому что она тоже будет сохраняться. То есть, вот видите, как звонок вроде бы сделан. Заход на камеру. Держите, чтобы говорить. Раз, два, три, четыре. Тут же можете сказать, что-то спросить. Или же слышать. Или же сделать фото. Скриншот сохранен в альбом. Или же выход. Конец. Конец трансляции. Опять же, сколько было, событий, все есть. Вот, все работает при закрытом приложении. Сразу кликаете или переход сразу на онлайн на камеру. Или же просто в приложение. И потом его опять закрываете, если не нужен просмотр. Давайте посмотрим, что сохраняется при этом на карту памяти. Зашел в список устройств. SD-карта. Кликаю по картинке. И вот тревожное видео. Сохраненное на карте памяти. Ну, так же со звуком. Или вот. Слышен звук. Но пока больше ничего нет. Вот тревожные записи. Кстати, тоже интересный момент. Вот, протягиваем и по времени смотрим. Черным это сюжеты по тревоге. А синим это постоянная запись. Которую тоже вот можно просматривать. По нарастанию вверх идет. Вот, ранние записи. Вот только начало. И вот уже позже. Я сейчас уже вот сижу за столом. Разговариваю с вами. А именно картинки. Это тревожные сюжеты по отслеживанию человека. Кому будет интересно. Покажу на видеорегистраторе. В общем-то основное и первое. Это работа со смартфоном. Камеры. Показал я вам все это. Видеорегистратор XMI. Как раз именно другого производителя. Автоматический поиск. Кстати, в информации по... В приложении настройки сети есть вся информация. По IP-адресу. Кстати, вот он. 0.103 у меня. Порт 6688. Он VIV. Два раза кликаю. Пароль. Надеюсь, что нет пароля с завода. И жму применить. Но пока камеры я не вижу. Ошибки пароль. И тут немного потанцевал с бубном. Потому что нигде не нашел информации по паролю. Стандартный пароль. Логин админ. Пароль 123456. Данной камеры. Применить выход. И камера у меня на видеорегистраторе. В неплохом таки качестве. Вот она двигается. Ну понятно, что при движении картинка плывет. Опять же. Откуда будете просматривать? Монитор у меня не супер. Поэтому от него добиться тоже. Много чего нельзя. Опять же. Тут все у нас. Можно и звук включать. С камеры. Если у вас будет монитор с колонками. Давайте зайдем. Так. Это она сейчас у меня в режиме слежения стоит. Туда-сюда за мной следи. В настройках посмотрим, что нам скажет видеорегистратор. По компрессии и по всем остальным делам. 1080p. Имеется вариант 1.3 мегапикселя поставить. Или 720p 1 мегапиксель. Видеозвук в двух потоках. Или нет. Оно недоступно. Но скорее всего в двух потоках. Качество хорошее. Число кадров. Кстати. Ого. Можно 30 запулить. Ничего себе. Давайте попробуем. Формат сжатия скорее всего 264. Ок. Еще раз. Что поставилось. Число кадров 30 поставилось. Не знаю как. Насколько адекватно. Все это будет в 30 кадрах. Но неплохой. Неплохой вариант камеры. Особенно с вот таким вот слежением. Опять же камера по Anviv протоколу подключилась. Поэтому в полной мере она с данным видеорегистратором работать не будет. Менять настройки различные будет невозможно. Поэтому тревога здесь просто с областью. Закрасить область. Включить порог по движению. Ну поставить канал. Обход там. Кадр. Все остальное. Зумер на видеорегистраторе. И в общем-то можно включать. Должна по идее. Когда камера будет крутиться. Вестись запись. Настройки записи. 14 канал. Ставим в расписание. Жмем ОК. Сейчас камера покрутится. Но нет. По движению видно не хочет. Не пойдет. По Anviv по движению не пойдет. Поэтому просто здесь на видеорегистраторе может вестись постоянная запись. Вот да. Постоянная включилась. И ведется. По движению не хочет. В приложении выключаю я слежение. Ну и с видеорегистратора также можно управлять камерой. Тоже немаловажно. Вверх-вниз по сторонам все адекватно работает. При повороте камера шустра работает. Видео тянется. Потом расплывается. Потом моментально можно сказать фокусируется. Нормально буквы видны. Зума в этой камере нет. Зум только цифровой. Как я вам показывал. Можно на мониторе к примеру. Ну обычное приближение. Зумирование. Цифровое. Кстати по пресетам камера работает. Поставил три пресета. Первый. Интересно работает. Одновременно не переходит вверх-вниз. Повернулась сразу по горизонтали. Потом по вертикали. Но факт тому что работает. Второй. Второе положение зафиксированное мною. И третье. Отлично. Вынес камеру на улицу. Подключил с помощью удлинителя. Но в одном из тех мест поставил. Там где камеры Wi-Fi. Не все толково работали. Значит в настройках сети приложения. Можно увидеть качество Wi-Fi сигнала. Тут IP адрес. MAC адрес. Мощность 70%. И показывает правильно. Потому что в доме где я ее носил. Недалекого от роутера. 100% было везде. Вынес. Показывает 70%. Кстати еще универсальность камеры. Кинул удлинитель. Если рядом розетка будет. Можете рядом подключить. Удлинитель кинул. Чтобы проверить. Также вы ее можете в любое место перемещать. Во дворе. В доме в частном. На второй этаж. Если у вас несколькоэтажный дом. И ставить ее. И будет она по Wi-Fi работать. Главное дать ей питание. Или же вообще можно ее пауэрбанком запитать на время. Все будет зависеть от его емкости. Время работы камеры. Качество сигнала 70%. Как я уже вам сказал. Не все камеры здесь у меня нормально работали. Начинаешь камерой управлять. Поворачивать. Она отваливалась. Поэтому вот в данном месте у меня патчкорд висит. В случае если нужно тестировать камеру. И показать ее стабильную работу. Давайте попробуем поуправлять камерой. PTZ отлично реагирует. Так же как и в доме. Картинка немного плывет при повороте. Это она уже свои антенны видит. Полностью смотрит назад. Плывет при повороте. При остановке стабилизируется. Фокус. Настраивается нормально. Вот раз. И четко. И даже блин можно издалека номера рассмотреть. Прикольно. Вот так вот можно камеру использовать. Как я сказал. Понятно что ее нельзя оставлять под открытым небом. Но под каким-то навесом. Куда не будет попадать снег, вода. И повышенной влажности нету страшной. И что камера будет мокрая. Может она работать на улице круглый год. Мороз. Ну мороз наверное до минус 25. Будет она держать без всяких вопросов. Опять же главное. Чтоб она не превратилась в ледяную глыбу. Будет она управляться. И работать без проблем. Включил слежение. И вот не успел зайти за столб. Она уже меня увидела. Уже крутится. Уже поворачивает за мной. Это метров 6. Метров 6. Сейчас. Поворачивается. Поворачивается. Сейчас я выхожу. Так она уже меня потеряла. Видно. Выхожу сюда. Вот она ловит. Ловит. Блин. А. Встала на место. Встала в то положение. Которое я ей задал перед отслеживанием. Тут она меня уже наверно не увидит. Захожу опять в зону отслеживания. Ну вот она следит. Следит она с 6 метров. Я думаю метров с 10 тоже будет следить. Вот она меня. Меня видит. Сейчас видит. Ну сейчас если за столб. Что видит видит. Вот поворачивается за мной. Смотрит на меня. Я уже пошел метров на 10. Все потеряла. Нет. Следит. Следит. До сих пор держит меня в кадре. И четко главное старается в центр кадра меня взять. Вот в реальности где. Вхожу она меня держит. Ну конечно перестану если я шевелиться. То она встанет на место. Вот она уже пошла и встала на заданную позицию. Ну и все же наверное интересно посмотреть. Это я обещал. Вскрыть камеру и посмотреть антенны подключения. Ножки снимаются. И под ними саморезы. Раз. Хорошо. Ну на двухстороннем скотче. Два. В моем случае. Хотя я смотрю резьбы и тут и тут есть. Это уже не буду снимать. Потому что там смотрел нету. Очень классно держится. В общем то можно было бы и вообще без саморезов. Здесь такие защелки без лопатки пластиковой. В общем то не повредив камеру. Корпус лучше не лезть. Вот так по кругу защелочки имеются. Ну и сразу нас встречают антенны. И все они подключены. Как бы это не фейк. Не фейк. Китайцы уже их подключают. Так две к одной. А одна вот. Подключают. Не знаю эффект с этого есть или нет. Кто разбирается подскажите в комментариях. Правильное ли подключение или просто на отвяжись. Мягко говоря. Ну и немного по начинке. USB. Распайка. Слот под карту памяти. Питание. Ну и здесь привод обычный. Мотор. Ну и там дальше уже сам модуль камеры здесь. С матрицей. С объективом все остальное. Ну то что я хотел увидеть и думаю многих бы это интересовало. Антенны подключены. Зная IP адрес камеры вы можете зайти на ее веб интерфейс. Вот я попробовал с интернет эксплорера. На хроме можно попробовать. На интернет эксплорере заходит. IP адрес можно посмотреть как я вам показывал в приложении. В разделе сеть. Вводим его в поисковую строку. В домашней сети понятно. 100 и жмем. Ставим английский язык. Admin. Login. Юзернейм. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. По умолчанию. Вход. HDAPIC. И вот изображение с камеры. Опять же настройки, конфигурации. Ну веб интерфейс имеется. Также можно писать на компьютер. Это в домашней сети. Также можно на весь экран открывать. И также управлять камерой. Substream. Mainstream. Subpotok. И меняется bitrate. Конфигурация. Хорошая наверное установлена светочувствительная матрица. Потому что вот слабая освещенность в комнате. И камера еще в цвете показывает. И довольно таки неплохо. Сейчас выключу настольная лампа. Вот 6 ваттная светодиодная лампочка. Сейчас камера 100% перейдет в черно-белое изображение. Ну и классная черно-белая картинка. Смотрите четкая. Кстати нет. И давайте посмотрим слежение. Поворачивается. Поворачивает камера. Следит за мной. Вот я иду. И держит она меня в центре монитора. И слышно по звуку как она вращается. Пойду на нее сейчас вот. И она быстренько старается меня взять. В объектив. Вот так. Опять же. ИК светодиоды. Видны глазу красными точками. Камеры вот сиреневыми. Картинка отличная. Для помещений. Я думаю для небольшой территории. На улице. Тоже хватит этих светодиодов. Картинка четкая. Ясная. Нигде в общем-то проблем вообще нет. Картинка на мониторе видеорегистратора. Для примера. Включаю свет в освещении в комнате. И камера моментально переходит в цветное изображение. Все что мог показал вам в этом видео. Понятно что можно еще дальше разбираться с камерой. Есть у нее еще некоторые моменты. Отличное приложение на смартфоне. Камера с FAP интерфейсом. Это тоже большой плюс. Питание 5 вольтовое тоже плюс. Камеру можно использовать с пауэрбанком. Опять же камеру можно использовать в том месте где нету стационарного интернета проводного. Какой нибудь Wi-Fi роутер 4G, 3G мобильного оператора. Камеру подключаете по Wi-Fi к этому роутеру. Роутер питается к примеру от пауэрбанка. Также и запитывается камера. И в связке с этим у вас получается видеонаблюдение в том месте где нету сети 220 вольт. И где нету проводного интернета. Ссылку на камеру я оставляю. Выбор за вами. Нравится. Заказывайте, приобретайте. Недорого стоит. Китайцы начали уже работать. Можно делать заказы. Также оставлю в этом видео ссылку на неплохой комплект видеонаблюдения. Который я сегодня же заказал. С вами делюсь. Посвязался я с продавцами. Сказали работают. И сегодня же мне его должны отправить. Чем интересен этот комплект? Поя камеры. Которые работают ночью в цвете. В полном цвете. И с определением лица человека. Ссылку оставляю. Заходите. Смотрите. Приобретайте. Связывайтесь с продавцом. Меня он заверил. Что все. Работа пошла. Упаковывают и отправляют. Также подпишитесь. По ссылкам в описании к видео. На мой инстаграм. Делюсь я там фотографиями с вами. Тех предметов. Которые я буду обозревать. В следующих видео. А также делюсь фотографиями. Просто из своей жизни. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кому интересна эта тема. Всем удачи. И до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok.